МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И поддержал участников акции, которые решили заблокировать проезд российских грузовиков через польскую границу. Отметим, что накануне протестующие против действий российской армии на Украине перекрыли путь фуром на польско-белорусской границе. За акцией там скопилось несколько сотен грузовиков. Свыше 39 миллиардов рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждений безработицы в условиях, введенных в отношении России западных санкций. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишостин. Источником финансирования станет резервный фонд правительства. Большая часть суммы, свыше 25,5 миллиардов рублей, пойдет на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек. Роскомнадзор еще раз предупредил компанию Google и призвал прекратить ограничения российских СМИ и ресурсов на платформе YouTube. Роскомнадзор обвинил Google в цензуре российских СМИ и общественно значимых ресурсов. Отмечается, что Google не выполнил требования о прекращении дискриминации и обеспечении доступа к информации для всех пользователей видеохостинга. Ведомство обнаружило 54 факта о использовании ограничений в отношении российских каналов, в их числе аккаунты СМИ. YouTube стал инструментом информационной войны против России, отмечают в Роскомнадзоре. Дмитрий Спиридонов, ранее работавший в Чите коммерческим директором торговой сети «Славел», показал свою квартиру в Москве. Сюжет с обзором его квартиры вышел на одном из YouTube-каналов 18 марта. Стоит отметить, что площадь квартиры составляет 280 квадратных метров. Напомним, 39-летний бизнесмен, входящий в рейтинг 100 топ-менеджеров России, ранее работал в Чите коммерческим директором одной из торговых сетей. В 2021 году он участвовал в телевизионном шоу «Давай поженимся». Сейчас Дмитрий является осознавателем и генеральным директором процессингового центра для обработки платежей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова